Спасибо большое, Елена Владимировна, уважаемые коллеги. Мне очень понравилось название нашего сегодняшнего симпозиума «Стандарты и прорывы». Мне кажется, что надо было поменять местами прорывы и тут же стандарты. Ну, так или иначе, поговорим о иммунотерапии для тронёвого негативного рака молочной железы. Сразу сакцентирую ваше внимание, что сейчас в моём сообщении пойдёт речь только о метастатическом процессе. Хотя я являюсь абсолютным апологетом и ярым поклонником перемещения иммунотерапии для этой популяции пациентов именно на этапе неоадюванта, но сегодня мы об этом не сейчас. Пока мы определяем, что тройной негативный фенотип опухоли – это клиническая характеристика подгруппы больных, которым не может быть назначена эндокринотерапия или антихербатерапия, но я сегодня поставила звёздочку на этот пункт, потому что все мы уже наслышаны о том, что среди херб-2 негативного в старом нашем понимании появляется отдельный вариант изменённого статуса опухоли в виде херб-2-лоу и появляются новые возможности. Но пока мы работаем в старых понятиях. И тройной негативный фенотип – это пациенты, которым мы не можем назначить эндокринотерапию и не можем назначить антихербатерапию. Но, с другой стороны, это молекулярно-генетическая характеристика, особый подгруппы ракомолочной железы и, как выяснилось, настолько гетерогенный, что погрузиться, понять и ощутить все гетерогенности этого подтипа, объединённого только тем, что мы опухоль, не находим рецепторов эстрогена, прогестерона и херб-2, становится всё труднее и труднее. Так или иначе, наверное, из-за того, что мы не можем, с одной стороны, использовать максимально эффективные лекарственные средства в виде эндокринотерапии и антихербатерапии, а, с другой стороны, это особый геном этих опухолей, определяющих их большую агрессивность, приводит к тому, что выживаемость этих пациентов пока по-прежнему является самой худшей, и пятилетняя выживаемость больных с тройным негативным метастатическим раком молочной железы до последнего времени чуть превышала 11%. До 2019 года наши палитра и подходы в лечении тройного негативного рака молочной железы выглядели очень схематично, очень доступно. Основу терапии составляли всевозможные режимы химиотерапии в виде моноагентов, в виде комбинаций с последовательным применением всех известных нам цитостатиков, с отдачей предпочтения на начальных этапах использования наиболее эффективных с точки зрения частоты объективных ответов и времени до прогрессирования препаратов антрациклинов и токсанов. Но, тем не менее, несмотря на то, что режимов для лечения раком молочной железы, опухоли которого не имеет гиперэксперсию ХЕР-2, всевозможное количество здесь приведено далеко не все, ни один режим, ни один препарат не оказался настолько хорош, чтобы выделить его как предпочтительный для терапии раком молочной железы с тройным негативным фенотипом и похвастаться таким на 2019 год. Наличием предпочтительных режимов могли только ХЕР-2-позитивные опухоли, и люминальные опухоли, для которых имелись предпочтительные режимы в виде пертузумаб, тростозумаб с токсанами для ХЕР-2-позитивного, и комбинация ингибиторов циклинозависимой киназа-4,6 с эндокринной терапией для люминальных ХЕР-2-негативных раков молочной железы. Когда же заговорили про иммунотерапию для рака молочной железы? Мы все помним это очарование иммунотерапии, появившееся после первых представлений результатов применения этого лекарственного метода при меланоме, потом при раке лёгкого, но могу вам сказать, тщательный поиск литературы навёл меня на статью 2010 года, которая так и называлась «Имунотерапия для рака молочной железы – хайпо-холк». Тогда обсуждалось, поверьте, абсолютно не то, что мы сейчас подразумеваем под иммунотерапией. Там и в помине не было речи о применении ингибиторов контрольных точек иммунитета при раке молочной железы, обсуждались интерфероны, интерлейкины и всякие прочие а-ля вакцины, которые, как вы знаете, пока до какого-то логического клинического завершения для рака молочной железы не дошли. Но буквально через 4 года, в 2014 году, в Сан-Антонио уже представляют не просто какие-то начальные разработки, а представляют результаты уже первого исследования по применению иммунотерапии у пациентов, правда, предлеченных, кенот 0,12, кенот 0,86. А потом, буквально за 8 лет, если сейчас посмотреть, что же пишут про иммунотерапию трижды негативного рака молочной железы, вы увидите, какое количество исследований ведется, планируется, какое количество классов препаратов, которые можно смело отнести к иммунотерапии, изучается во всевозможных клинических ситуациях. И мне кажется, что, как минимум, основываясь на этом, мы уже можем сказать, что иммунотерапия и рак молочной железы все-таки совместимые понятия, и говорить хотя бы об этом мы должны и должны об этом думать. Рациональность использования иммунотерапии именно при тройном негативном фенотипе опухоли обусловлена такими особенностями, как предпочтительное превалирование по сравнению с другими подтипами инфильтрации опухолевых лимфоцитами. А также именно на трижды негативных опухолях мы видим наибольшую частоту ПДЛ-экспрессии, хотя здесь нужно оговориться, что ПДЛ-экспрессии при раке молочной железы все-таки чаще выявляются на иммунокомпетентных клетках, а не на опухолевых. Ну и для именно трижды негативного рака молочной железы из-за особенностей его генома мы чаще видим большую мутационную нагрузку. Все эти компоненты складываются в то, что значительную часть опухоли трижды негативного фенотипа можно отнести к так называемым горячим опухолям, готовым к иммунотерапии и дающим нам перспективу ответить на эту иммунотерапию. Как и любые новые варианты лечения, препараты начинали свое изучение у предлеченных больных, получавших ранее стандартные варианты лечения. И если вы посмотрите на частоту объективных ответов, время до прогрессирования, при использовании антипиди-Л1 антител, антипиди-1 антител, у этих пациентов мы увидим, что каких-то знаковых результатов получено не было. Но подчеркну и обращу ваше внимание на то, что изучались эти препараты чекпоинт-ингибиторы именно в виде монотерапии и уже у пациентов, получавших предшествующее лечение. При анализе совокупности исследований, посвященных эффективности моно- и монотерапии, пришли к выводу, что у предлеченных пациентов эффективность чекпоинт-ингибиторов назвать выдающиеся результаты ее применения, назвать выдающимися не приходится, потому что частота объективного ответа была минимальная, единичный случай, а медиана времени до прогрессирования у пациентов, чем дальше от начала лечения мы начинали использовать иммунотерапию, тем меньше мы видели эти цифры времени до прогрессирования. И ситуация изменилась, когда в 2015 году были представлены результаты исследований МП-630, в рамках которого изучалась комбинация напоклитоксела с отезолизумабом. Отезолизумаб – анти-PDL-1 антитела. В исследование включались пациенты с тройным негативным фенотипом, без учета PDL-статуса, и, соответственно, планировалось анализировать эффективность этой комбинации как во всей популяции, так и у популяции, имеющей PDL-позитивный статус опухоли. Для препарата отезолизумаб имеется валидированный тест определения PDL-экспрессии клоном SP-142 на платформе Вентана, и экспрессия PDL-1 на иммунно-компетентных клетках в более чем 1% случаев является PDL-позитивным статусом, что встречается примерно в 40% случаев трижды негативного рака молочной железы. Анализ результатов в комбинации отезолизумаба с напоклитокселом во всей популяции не показал каких-либо существенных различий в отношении медиана времени до прогрессирования. Однако, когда вычленили подгруппу больных с PDL-позитивным статусом опухоли, оказалось, что отезолизумаб у этой когорты пациентов позволяет получить достоверное увеличение медианы времени до прогрессирования. Но для иммунотерапии, наверное, не это главное. Главное для иммунотерапии – это то, что мы видим, если она эффективна, увеличение продолжительности жизни больных, увеличение общей выживаемости. Это произошло и в эксплуатурном анализе исследования Impression 130. При обочленении когорты пациентов, имеющих PDL-1 позитивный статус, было показано, что добавление отезолизумаба к напоклитокселу в качестве первой линии лечения метастатического заболевания позволяет увеличить медиану общей выживаемости более чем на полгода, почти на 8 месяцев. Впервые за долгие годы медиана общей выживаемости больных с метастатическим, трижды негативным раком молочной железы, перешагнуло за двухлетний рубеж отсчёта месяцев жизни для этих пациентов. Трёхлетняя общая выживаемость у этой когорты пациентов составила 36% по сравнению с 22% пациентов, которые не получили в качестве инициального лечения чекпоинта ингибитора, в частности отезолизумаба. Водушевлённые этими результатами были предприняты попытки заменить сложный относительно препарат на паклитокселу с точки зрения обеспечения им на привычный нам всем паклитоксел рутинный. Однако это исследование оказалось неудачным, и оказалось, что для эффективного лечения важен не только присутствие чекпоинта ингибитора, но и важен компонент, химиотерапевтический компонент, с которым используется в частности антипидиол-1-антитела отезолизумаб. Такая комбинация, к сожалению, не улучшала показатели ни выживаемости без прогрессирования, ни общей выживаемости, на основании чего был сделан вывод, что отезолизумаб может использоваться только в комбинации с НАП-паклитокселом. Пембролизумаб антипидиол-1-антитела прошёл тот же путь изучения в качестве первой линии лечения метастатического отреженегативного рака молочной железы, и здесь мы увидели похожие результаты, но с большей достоверностью было продемонстрировано, что порогом для эффективности этой комбинации, а пембролизумаб оказался эффективен и с рутинным паклитокселом, и с НАП-паклитокселом, но, к сожалению, хоть мы и ожидали, что караплатин с гемцитабином наше всё для пациентов, особенно прогрессирующих после ранее проведенной неодевантной и редевантной терапии, эта комбинация химиотерапии оказалась наименее эффективной при использовании её с пембролизумабом. В исследовании КИНО-355 было продемонстрировано безоговорочное увеличение медиана времени без прогрессирования и общей выживаемости, примерно на те же цифры, что и были получены в МП-630, у пациентов, опухоли которых трактовались как ПДЛ-позитивные по СПС-шкале, 10 и более. Для того, чтобы понять, является ли данный метод стандартом, наверное, нужно ответить на несколько вопросов. Определена ли популяция, кому показана иммунотерапия? Есть ли понимание, когда следует назначать иммунотерапию? Выделен ли оптимальный режим применения иммунотерапии? Ответив на эти вопросы, мы можем сказать, стандарт или нестандарт, и доказательно ли та база, на которую мы опираемся. Кому показано значение иммунотерапии? На сегодняшний день абсолютно очевидно, что, когда мы обсуждаем иммунотерапию при раке молочной железы, мы должны четко понимать, каким клоном протестирована опухоль, в зависимости от того, какой из чекпоинт-ингибиторов мы планируем использовать. Для отеза лизумаба должен использоваться только клон СП-142, для применения пембролизумаба клон 22С3. Если мы посмотрим в рекомендации НССН 4-й версии этого года для лечения рака молочной железы, мы увидим, что для трижды негативного рака молочной железы появляется новая обязательная дополнительная опция по мимо стандартного определения экспрессии рецепторов астрогена прогестерона ХЕР-2 и КИ-67, определение ПДЛ-1 экспрессии. Для наших американских коллег это только клон 22С3, поскольку вы все знаете эту историю, что отеза лизумаб у них отозван для применения при раке молочной железы, но не значит, что он запрещен. В Российской Федерации этого не произошло, поэтому для нас два клона в зависимости от того, какой из препаратов мы планируем использовать. Когда следует назначать иммунотерапию? Я не просто так несколько раз акцентировала ваше внимание, что чем дальше от начала лечения мы пытаемся использовать моноиммунотерапию, тем хуже и слабее результаты такого применения. Эффективность химиоиммунотерапии продемонстрирована только в первой линии метастатического заболевания. Поэтому даже если вам очень хочется начать лечить, а потом навесить иммунотерапию, поверьте, что вы можете отнять вот этим своим двух-трехмесячным отсрочкой начало иммунотерапии, начав уже химиотерапию, вы можете отнять месяцы дополнительной жизни для этих пациентов. Это было наглядно продемонстрировано в проведенных исследованиях. Я думаю, что медиана времени беспрогрессирования при использовании химиоиммунотерапии в первой линии 9,7 месяцев и 1,4-2 месяца при использовании моноиммунотерапии во второй и последующих линий не вызывает сомнений, что только в первой линии мы должны использовать этот вариант лекарственного лечения для трижды негативного рака молочной железы. С каким режимом химиотерапии следует назначать иммунотерапию, зависит от того, какой чекпоинт-ингибитор вы планируете исследовать, использовать. Атезолизумаб только с НАПП-паклитокселом. При использовании пембролизумаба у нас есть возможность варьировать комбинаторный агент от паклитоксела до даже кероплотина с гемцетабином. Но еще раз вам напомню, что эта комбинация оказалась наименее эффективна по результатам исследований КИНОТ-355. Как выглядит терапия распространенного трижды негативного рака молочной железы сегодня? Если вы посмотрите, она наполнилась. Она наполнилась как минимум двумя вариантами химио-иммунотерапии для первой линии лечения. У нас появились возможности применения парп-ингибиторов для пациентов, имеющих БРК, герминальные мутации в генах БРК-1 и 2, но наши зарубежные коллеги идут дальше, у них появляются возможности использовать конъюгаты моноклональных антител с цитостатиками, в частности с цитумусумаба витекан, на сегодняшний день является включенным в возможные схемы применения для пациентов, имеющих трижды негативный рак молочной железы, с очень впечатляющими результатами. Определены предпочтительные режимы для терапии трижды негативного рака молочной железы. Мы получили, наконец-то, этот предпочтительный режим, которого не могли бы никак увидеть на протяжении энного количества времени, когда херва-позитивные иллюминальные раки пестрели от возможностей предпочтительных режимов лекарственного лечения в качестве первой или второй линии лечения. Для трижды негативного рака молочной железы предпочтительным вариантом первой линии лечения при ПДЛ-позитивном статусе становится вариант химио-иммунотерапии. Итак, иммунотерапия при распространенном трижды негативного рака молочной железы. Определена ли популяция, кому показана? Мне кажется, да. Трижды негативного рака. Это пациенты, имеющие ПДЛ-позитивный статус обухоли, определенный правильным клоном в зависимости от того, какой ингибитор, чекпоинт мы планируем использовать. Есть ли у нас понимание, когда следует назначать иммунотерапию? На мой взгляд, на сегодняшний день те данные, которые уже готовы к анализу и восприятию, достаточно, чтобы сказать, что химио-иммунотерапия должна использоваться только в первой линии лечения трижды негативного рака молочной железы на данном этапе развития науки. Выделены ли оптимальные режимы применения иммунотерапии? Да, выделены. И еще раз повторюсь, отезолизумаб с напаклитокселом, прембролизумаб, возможно, с паклитокселом, с напаклитокселом и с комбинацией карплатина с гемцитабином. И на сегодняшний день это, на мой взгляд, должно явиться стандартом первой линии в зависимости от варианта иммунотерапии, которую мы можем использовать. Тем не менее, вопросов и перспектив, касающихся иммунотерапии трижды негативного рака молочной железы, накапливается безумное количество. Мы активно, в частности, в нашем центре ведем разработку некоторых направлений, касающихся прежде всего того, как холодные опухоли сделать горячими, потому что мы знаем, что горячие опухоли именно наибольшие ответчики на иммунотерапию. И до этого у нас сейчас запущено несколько грантовых исследований, в рамках которых мы изучаем, каким образом, что влияет на то, чтобы из холодной опухоли сделать опухоль горячую, а это возможно при преобразовании иммунного микроокружения опухоли. В настоящее время у нас ведется грантовое исследование, которое позволит нам, изучив легандрецепторный ландшафт опухолей, изучив возможности их взаимодействия с опухолю клеток, с микроокружением на уровне именно изучения легандрецепторного ландшафта, ответить на вопрос, как мы можем воздействовать на эти точки для того, чтобы переключить холодную невосприимчивую к иммунотерапии опухоль на горячую и иметь возможность использовать данную опцию у большего числа больных, может быть, не только трижды негативным фенотипом, но или, допустим, с трижды негативным фенотипом, но не имеющих педель экспрессии. У нас идет работа по разработке оптимальной стратегии лечения пациентов раком молочной железы на основании новой клинико-морфологической классификации с учетом легандрецепторного ландшафта опухолей. Параллельно мы активно изучаем и с другой стороны возможности расшевелить опухоль и изучить, как мы можем на нее дополнительно воздействовать. Речь идет об изучении кишечной микробиоты, изучении циркулирующей не только опухолью ДНК, но и циркулирующей ДНК микробиоты. И еще одна работа Гран-ТВ, которая у нас ведется. Мы очень надеемся, что даст нам понимание, каким образом мы можем воздействовать на опухоль и на организм в целом для того, чтобы увеличить эффективность иммунотерапии, увеличить пул пациентов, в котором может быть использована иммунотерапия. Но это тема наших будущих встреч и докладов. Спасибо за внимание.